Пустить домой в Великобританию или оставить в Сирии с ребенком на руках? Британское общество раскололось на два совершенно противоположных лагеря из-за беременной террористки. Подданное королевство, будучи еще школьницей, уехало в Стан-ИГИЛ. Теперь же со дня на день, ожидая рождения ребенка, просится на родину. Общественность категорически против, но запретить ей въезд не могут. Это подтвердил даже глава МИ-6, после чего подвергся жесткой критике и нападкам. Общества уверены, пора менять законы, а те, кто выбрал сторону террористов, лишать гражданства. Анна Воронина расскажет все детали. Февраль 2015 года. Три 15-летней школьницы из Великобритании, в их числе и Шамима Бигом, сели на самолет в аэропорту Гэтвик до Турции. В Стамбуле попали на камеры видеонаблюдения, когда грузили свои сумки в автобус. Дальше их след потерялся в Сирии, куда ранее уехала одна из одноклассниц девочек, чтобы стать женой террориста ИГИЛ. А пропажи школьниц трубили по всем каналам. Родные Шамимы до последнего верили, что у нее нет ничего общего с боевиками. Это ее пижама, она с собой ничего не взяла. Мы просто хотим, чтобы ты вернулась домой, дорогая. Если тебе нужна помощь, просто дай нам знать. Нам лишь остается надеяться, что девочки поехали туда, чтобы вернуть свою уехавшую подругу. Мы надеемся, что на Шамиму никто не оказывал влияния и что с ней ошибаются, называя ее женой боевика. Но журналисты оказались правы. Четыре года спустя Шамима объявилась именно в статусе жены террориста ИГИЛ. За это время она успела родить двоих детей. Малыши погибли из-за антисанитарии и голода. Одна из ее подруг умерла во время бомбардировки. Другая до сих пор остается с боевиками. Муж в плену. Сама же Шамима на девятом месяце беременности в лагере для беженцев и жаждет вернуться в Соединенное Королевство. Исключительно ради того, чтобы ребенок родился в надлежащих условиях. Ее интервью журналу Time раскололо общество на две части. Защитники девушки настаивают, что она стала жертвой промывки мозгов и ради жизни ребенка ее нужно вывести из лагеря. Они всего лишь подростки, они на линии огня, их легко обмануть. Их возраст делает их уязвимыми и скорыми на решение. Они ведь не разбираются в мировой политике. Но мы можем это исправить. А вот противники возвращения Шамима в этом не уверены. Девушка свой выбор сделала и сама призналась, что ни о чем не сожалеет. Более того, настолько привыкла к образу жизни террористов, что по ее собственным словам, даже вид отрубленной головы не вызвал у нее отвращения. Ничего удивительного, что даже руководитель МИ-6 после интервью Шамимы признал, что она может представлять угрозу. Скорее всего, они приобрели навыки и связи, которые делают их потенциально очень опасными. Они также прошли через крайнюю радикализацию, либо на пути к террористам, либо когда они были там. Этот факт должен быть главным в наших умах. И рассматривать данную чрезвычайно сложную проблему, отмечу, что общественная безопасность превыше всего. При этом даже пресловутая европейская толерантность здесь оказалась неудел. Согласно опросу, проведенному по заказу Sky News, 76% выступают против возвращения Шамимы в Великобританию. Но есть нюанс. Власти не могут запретить ей въезд в страну и лишить ее подданства, потому что гражданства другого государства у нее нет. Как у подданной Великобритании, у нее есть право вернуться домой. При этом любой британец, который отправлялся в Сирию для поддержки террористов, должен быть готов по возвращению к общению со следователем, а также к тому, что может предстать перед судом. Иными словами, помогать Шамиме вернуться домой власти не собираются. У них для этого и официальное объяснение есть. В Сирии нет британского консульства, поэтому попавшим в беду нужно самостоятельно найти ближайшее диппредставительство в Ближневосточном регионе. Но если Шамима окажется в Соединенном Королевстве, то дома ее ждут не только допросы. Девушку могут лишить права опеки над ребенком. Впрочем, это еще не крайние меры. Гражданкой Великобритании уже заинтересовались Соединенные Штаты. И если Лондон продолжит бездействовать, Вашингтон готов предъявить Шамиме обвинение в пособничестве терроризму и отправить ее в Гуантанамо. Анна Воронина, Вести.